Загадки окружали человечество во все времена, но самой большой тайной остается извечный вопрос. Как зародилась наша цивилизация? В 1926 году произошло одно малоизвестное событие, которое вполне могло дать ключ к разгадке этой тайны. В одном из рейдов по северу Индии полковник бенгальского кавалерийского корпуса Джеймс Чорчвард приказал отряду разбить лагерь у одного из буддистских монастырей. Сам же Чорчвард отправился к монахам. Ламы встретили полковника дружелюбно и во время трапезы показали ему глиняные таблицы с зашифрованным текстом. В древних манускриптах упоминался некий континент, располагавшийся между северной оконечностью Гавайев и южной стороной острова Пасхи и имевший протяженность несколько тысяч километров. Дальнейшая расшифровка табличек заставила Чорчварда затаить дыхание. В тексте говорилось, что загадочный континент погубили извержения вулканов, землетрясения и высокие волны. И произошло это около 12 тысяч лет назад. От большого куска суши остались лишь мелкие острова, а выжившие обитатели континента расселились по миру, и от них произошли все народы. Из всего этого Чорчвард сделал вывод. Колыбель человечества находилась не на Ближнем Востоке, как утверждает библейское учение, и не в Восточной Африке, как предполагает современная наука, а на исчезнувшем континенте между Тихим и Индийским океанами. В 1873 году французский археолог-любитель Агюст Леп Лонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации майя. И вдруг он натыкается на необычный текст. Документ достаточно прозрачно намекает на то, что майя – народ не местный. Они – предки пришедших сюда издалека беженцев. И бегство этих людей было вынужденным, так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма. В то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа. Время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков. Требовали продовольствия, предлагая взамен огромные золотые слитки. При этом жестами объясняли, что они – потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации, чей континент погиб под водой. Когда к вулкану отправилась экспедиция ученых, существа исчезли. Навсегда. И, наконец, уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря. Те самые, которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчварду. Все это явно наводило на мысль, что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко, как пытается в этом убедить академическая наука. И что должна была существовать некая цивилизация, которую можно считать самой первой на Земле. И откуда пошел род человеческий? Но возможно ли такое? Я еще помню, когда в школе нам учитель истории объяснял, да и в учебниках говорил, что человек появился 100 тысяч лет назад. И мы в это верили. Уже когда я заканчивал школу, уже говорили, да нет, человек появился где-то 500 тысяч лет. Потом уже в 70-х годах, когда мы познакомились с раскопками во всех странах, континентах, на всех континентах, стали понимать, что человек гораздо древнее. И уже находки, скажем, в Восточной Африке, восточно-африканский рифт, где были найдены останки прочеловека, которому больше двух миллионов лет. В 1877 году в американском штате Невада, во время разработки золотого прииска, рабочие обнаружили странные кости, структуры, напоминающие человеческие. Самым удивительным оказалось то, что длина берцовой кости составляла без малого метр. При расчетах выяснилось, что при таких размерах останков, человек должен был бы обладать трехметровым ростом. В 1973 году водитель бульдозера сгребал верхние слои грунта в одном из карьеров на Аляске. Неожиданно нож его машины снес небольшой холм, оказавшийся древним могильником. Прибывшие на место археологи обнаружили там окаменелые останки человека. Но это были останки какого-то гиганта. В огромном черепе насчитали два ряда зубов. Сама же голова была неестественно сплющена. Скелет трехметрового человека был также найден в окрестностях города Боржоми, в Грузии. Его череп был больше человеческого в два раза. Странные находки шокировали исследователей. Объяснить их происхождение не смог никто. В поисках хоть каких-то зацепок исследователи стали изучать старые архивные документы. Например, записки и дневники археологов предыдущих поколений. Неожиданно один из палеонтологов натыкается в научном архиве Нью-Йорка на старую подписку газеты «Бруклин Таймс». В одном из номеров, датированных 1890 годом, исследователю бросается в глаза любопытная заметка. Остатки угасшей расы великанов. Континент, затонувший в Индийском океане. Только высочайшие пики этой земли поднимаются сейчас над волнами. Но они возбуждают интерес у путешественников и ученых. Это была статья никому неизвестного публициста Уильяма Чорчворда. Отца того самого Джеймса Чорчворда, который спустя 25 лет окажется в Бенгальском монастыре и прочтет глиняные таблички с упоминаниями о древней таинственной цивилизации. Заметка была опубликована сразу после знакомства с работами Ле Планжона. Однако статью посчитали газетной уткой и вскоре забыли. А между тем удивительный континент существовал не только в воображении экзальтированного автора публикации. В сказке Томилов, одной из народностей Индии, повествуют о южном материке и Великом Исходе, возглавляемом богом Шивой. Материк этот был поглощен морской пучиной и именовался он Хитидой. На самом деле об этой цивилизации, которая так называется и немножко созвучно Хеттом, это тоже, наверное, не случайно, они известны очень мало, потому что обычно упоминают Хитид, Хитид или Хитиду, упоминают в одной цепочке, в одной линейке цивилизаций наравне с Лемурией, Пацифидой, Атлантидой, ну и Арктидой, которая как бы немножко в стороне от этого. Буквально крохи известны о том, что локализация, то есть расположение Хитиды, как бы не представляет сомнений, это, в общем, Индостан. Что же это за Хитиды такая? Исследователи пребывали в недоумении. Позже выяснилось, что под этим названием кроется Лемурия, или континент Му. Согласно историческим документам, в 1860 году британский геолог Уильям Бландфорд занимался изучением ископаемых растений в древних породах Африки и Индии. И вдруг он обнаружил между находками удивительное сходство. Но такое было невозможно, так как исследуемые участки суши разделялись многими километрами водного пространства. После размышлений ученый пришел к выводу, что на месте Индийского океана существовал древний континент. Прошло всего несколько лет, и у предполагаемого материка появилось название. Это название дал другой британский геолог Филипп Слейтер. Он предложил наречь таинственный континент Лемурии по имени редких приматов – лемуров. Филипп Слейтер обратил внимание, что лемуры обитают как на острове Мадагаскар, так и в Индии. А между ними – огромный океан. При этом на Мадагаскаре, несмотря на близость Африки, флора и фауна совершенно не похожи на континентальное. Вот такой парадокс был отмечен Слейтером. В 1868 году немецкий биолог Эрнст Геккель доказал, что лемуры могли зародиться лишь на материке. А позже ученый пришел к сенсационному выводу. Из пяти ныне существующих континентов – ни Австралия, ни Америка, ни Европа, ни Африка – не могли быть прародиной, так называемым раем или колыбелью человеческой расы. Это была Юго-Восточная Азия. То есть первые люди появились на некоем континенте, ныне находящемся под водами Индийского океана. Тем временем у пропавшего континента появилось и второе имя. В 1895 году Лёк Лунжон, находясь на полуострове Юкатан, обнаружил надпись на стенах одного из храмов Майо. Когда французский археолог расшифровал надпись, то смог прочитать следующее. Этот храм построен в память далекой земли Му – место рождения наших священных мистерий. Известно только, что люди там жили совершенно другие. Было это очень давно. От 15-го где-то века до нашей эры и вглубь, и намного дальше вглубь. И жили они в основном, как сейчас эзотерики выражаются, в эфирном каком-то теле таком. В физическом теле там практически никого не было. То есть до сих пор не найдено никаких артефактов, ни физических доказательств, ни археологических каких-то находок не было, которые подтвердили наличие вот этой хитиды материально. Действительно, никаких физических доказательств существования таинственной хитиды или лемурии нет. Но так ли это на самом деле? Если принять во внимание результаты исследований биологов об ареале лемуров, абсолютно одинаковых видах растений на Мадагаскаре и полуострове Индостан, плюс находки Люплонжона на Юкатане, то этого уже достаточно для реальных предположений существования таинственного континента. Однако какие подробности удалось узнать Джеймсу Чорчворду в Бенгальском монастыре? История умалчивает, сколько времени он потратил на расшифровку текстов с глиняных табличек. Но содержание исследователь не мог скрыть. И даже не пытался. Древние манускрипты рисовали Лемурию как огромную холмистую страну, простиравшуюся от Гавайев на севере до самой южной части океана, линии, соединяющие острова Пасхи и Фиджи. Длина континента составляла 8 тысяч километров, а ширина почти 5 тысяч километров. Климат Лемурии благоприятствовал человеку. Это были тропические равнины с вечно зелеными пастбищами и возделанными полями при обилии пышной растительности. Вдоль побережья тянулись тенистые пальмовые рощи, а в долинах реки превращались в озера, на зеркальной глади которых распускались священные цветы лотоса. Во всех направлениях, словно нити паутины, расходились широкие ровные дороги, выложенные гладкими камнями, пригнанными друг к другу настолько плотно, что трава не могла пробиться между ними. Весь континент изобиловал яркими красками и жизнью, высшей формой которой были необычные человеческие существа. Их насчитывалось более 60 миллионов. Жители Лемурии слыли высоко цивилизованными и просвещенными. Они обладали даром ясновидения, телепатии, телепортации и могли совершать астральные путешествия. Однако, как это может происходить в реальности, способны объяснить только специалисты в области эзотерики. Мы знаем все прекрасно о том, что человек может входить в состояние медитации. При этом в состоянии медитации, либо просто настроившись на определенные, так скажем, возможности своего организма и сознания, выходить из тела и путешествовать там, где он хочет. То есть пребывать фактически своим сознанием в энергетическом пространстве, не иметь физическую оболочку. Но при этом тело продолжает находиться на земле, допустим, в какой-то позе, некой позе лотоса, или просто в ближайшем положении. Тело при этом замирает, можно сказать. То есть это практически равно состоянию комы. Человек практически не дышит, ему не требуется пища, не требуется там вода или еще что-то такое. А сознание при этом может пребывать в любом мире, в любом виде, исследованием заниматься любыми. По некоторым версиям, лемурийцы являлись представителями загадочной страны Шамбалы. Эту страну когда-то очень хорошо описал русский востоковед, путешественник и художник Николай Рерих. Он рассказывал, что обитатели Шамбалы могут исчезать или появляться как угодно и где угодно. Современные ученые давно занимаются опытами по переходу из физического мира в тонкий и утверждают, что это возможно. Кроме того, лемурийцы умели использовать энергию Солнца и кристаллов, а также сверхзвуковые частоты. Но наука не играла большой роли в их жизни. Они стремились к единению с природой. И из природы черпали свои силы и возможности. В переданных монахами Черчеварду Глиняных табличках есть упоминание о том, что лемурийцы были способны обогнать любое животное, потому что перемещались, используя полностью сенсорную возможность для бега. Они проецировали направление движения с помощью своих ощущений и выбирали путь наименьшего сопротивления. Лемурийцы не тратили ни одного усилия впустую. Кроме того, обитатели таинственного континента освоили левитацию. То есть они могли преодолевать гравитацию и поднимать собственные тела над землей, а затем мгновенно перемещаться в пространстве. В древнеиндийских источниках есть много упоминаний о левитации и о способностях людей приподниматься над землей без каких-либо механизмов, зависать и даже передвигаться по воздуху. Левитацию и сейчас можно продемонстрировать. Люди обладают определенными знаниями о левитации и умеют это делать. Нужно понимать, что весь наш физический мир на самом деле это энергия. Энергия просто в такой, в конечной форме. Но тем не менее она движется. И с этой энергией можно взаимодействовать. Никто не мешает нам сделать так, чтобы наше тело потеряло вес, либо чтобы мы путем взаимосвязи с землей и земной поверхностью могли приобрести состояние, позволяящее нам превзойти гравитацию. В этом земном рае люди верили в бессмертие души. Считалось, что после смерти она возвращается в тот самый великий источник, откуда когда-то вышла. При этом обитатели Лемурии никогда не болели и жили более ста лет. В расшифрованных Чорчвордом древнеиндийских манускриптах упоминается и о семи главных городах таинственного континента. Безусловно, это были центры науки и религии, образования и торговли. Храмы в Лемурии создавались из резного камня и не имели крыш. Их можно считать храмами солнца с обязательным условием, чтобы лучи небесного светила освещали молящихся. Огромные полупрозрачные дворцы создавали ощущение вечности и непоколебимости. А внушительные монументы-монолиты украшали городские пейзажи. Но был еще один город в самом центре континента. Назывался он Терра. Это был секретный объект, поскольку вся его инфраструктура находилась в глубоком подземелье. Мало кто знал об этом, но создавался город Терра неспроста. В один определенный момент он сыграет свою роль в судьбе обитателей Лемурии. И еще общались лемурийцы между собой бессловесно. И это тоже была одна из отличительных особенностей процивилизации нашей планеты. При этом безмолвный разговор мог происходить между собеседниками, даже если они были вне поля зрения относительно друг друга. Дело в том, что на этом уровне общаются и наши цивилизации, и особенно точно уже это известная цивилизация древности. Потому что раньше не было технологий подобных современных, таких как мобильный телефон, интернет. Люди довольно-таки хорошо владели методикой передачи мыслей на расстояние. То есть и сейчас можно общаться с помощью мыслей на любом расстоянии. То есть при этом расстояние роли не играет. Достаточно самостроиться друг с другом и можно свободно общаться. На континенте жило несколько раз. Людей с желтой, коричневой и даже черной кожей. При этом основными обитателями были бледнолицые с большими глазами и рыжими волосами. Лемурийцы путешествовали по всему миру на больших кораблях и создавали колонии цивилизации в Атлантиде, Америке и на Ближнем Востоке. Но однажды произошла чудовищная катастрофа. Огромный континент под воздействием землетрясений и изрыгающих раскаленную лаву вулканов рассыпался на множество осколков. Часть осколков ушла на дно. Другая часть осталась над поверхностью океана, превратившись во множество больших и малых островов. Сам центр Лемурии остался, но медленно уходил под воду практически на самое дно Индийского океана. Затем поднялось беспощадное двухкилометровое цунами и смыло города, селения, людей, уничтожило растения и животных. Во всяком случае, именно так описывают глобальную катастрофу и гибель континента древние тексты на глиняных табличках, расшифрованные британцем Джеймсом Чорчвордом. Так ли это было на самом деле, судить сложно. Сегодня трудно вообще говорить о том, от чего могли гибнуть цивилизации доисторическое время. То есть, если сегодня мы можем вычислять просто тайфуны с точностью до дня, и какие-то катаклизмы природные, и предсказывать некоторые вещи типа цунами с точностью до нескольких дней, например, но не больше, то применительно к тому времени это вообще невозможно никак использовать, потому что тогда непонятно, какие вообще законы природы действовали. То есть, может быть, тогда была другая физика Земли, другая биология тех существ, которые жили. Согласно выводам Чорчворда, просуществовала Лемурия Безмалова 4,5 тысячи лет. При этом еще очень долго над Индийским океаном возвышалась центральная часть континента и последний уцелевший город Таро. Когда началась катастрофа, городские власти раскрыли секретные входы в его туннели, раздвинулись каменные ворота в скалах, откинулись крышки люков над потайными колодцами, которые вели к центру Земли. И главный лемурийский вождь под гипнозом увел десятки тысяч людей и животных в подземные города, спасая их от верной гибели. Там им предстояло переждать величайшую катастрофу и затем перебраться подземными путями на другие континенты. Там в чреве Земли им предстояло прожить не одно десятилетие. Да, там могла быть и высокая культура. Естественно, под землей люди освоили это пространство, развивались ремесла. Прежде всего, люди, жившие в пещерах, они как бы были ближе к рудам различным, подобывали металл и, естественно, там же и обрабатывали этот металл. Вулканы продолжали извергать раскаленные камни и пламя, посыпая кругу пеплом. Но их рычание становилось все тише, а появлялось оно все реже. Земля быстро покрывалась свежей растительностью. Прошло время, и из подземных городов поднялись на остывающие от лавы поверхность планеты уцелевшие люди и животные, постепенно расселяясь по новым континентам. А небольшая часть лемурийцев успела перебраться на западные острова, которые спустя некоторое время соединились с другими частями суши, образуя новый континент, Атлантиду, впоследствии также канувшую в океанскую пучину. А от самой Лемурии остались лишь нынешний Мадагаскар, Цейлон и небольшие клочки земли в Индийском океане. Но это всего лишь предположение, так как факт существования таинственного континента с процивилизацией Земли, до сих пор никем не признан. Где-то на рубеже 70-х, 80-х годов прошлого столетия в окрестностях знаменитой храмовой горы в Иерусалиме стали происходить загадочные события. Все началось с раскопок американского археолога и адепта церкви адвентистов Рональда Уайта. Еще в 1978 году он стал исследовать так называемый грот Иеремии. Сначала он обнаружил место, где был распят Иисус. А чуть позже, изучая систему подземных коммуникаций под горой, наткнулся на пролом в тайную пещеру. В пещере находился некий ящик, на крышке которого были следы крови. Археолог сделал анализ этих следов и был потрясен. Их хромосомный состав в точности совпадал с кровью Мессии. Исследователь несколько раз пытался сфотографировать ящик, но снимки моментально засвечивались. После того, как информация о находке просочилась наверх, в пещеру отправились 15 иудейских священников, предположительно, с родословной левитов. Но они таинственно погибли. После чего официальные власти места раскопок немедленно закрыли. А всю информацию о работе археологов в пещерах под Храмовой горой засекретили. Как говорят исследователи, это была необходимая мера, поскольку найдено было не что иное, как ковчег завета. Библейская легенда про исход евреев из Египта всем очень хорошо знакома. 40 лет длились скитания древних иудеев по безжизненной пустыне. И все эти годы, полные тяготы лишений, люди упорно несли с собой большой тяжелый ящик. Ковчег завета. Очевидно, он представлял для них огромную ценность. Что же в нем хранилось? На самом деле, чудес, христианских чудес, было достаточно много. Можно спокойно написать книгу на тему «Сто великих христианских чудес». Ей наберется сто чудес. Но среди них есть несколько самых запутанных и непонятных до сих пор. И вот ковчег завета считается одним из самых непонятных чудес, дошедших до нас христианских, а может быть, из дохристианских времен. В Ветхом Завете можно найти следующую историю. На третий месяц исхода из Египта израильтяне расположились станом напротив горы Синай, на которую Моисей однажды взобрался, чтобы встретиться с Богом. Пророк стал вымаливать прощение за свою грешную паству и попросил дать всем силы, чтобы выполнить священную Моисию. В ответ Всевышний велел Моисею изготовить ящик строго определенных размеров. Если перевести на метрическую систему измерений, то ширина изделия должна была быть 125 сантиметров, а высота и глубина по 75 сантиметров соответственно. Вот такая есть версия, что был именно таких размеров. Состоял из трех слоев, причем самый внешний наружный слой и внутренний были золотые, то есть из листового золота. А средний был из дерева и скорее всего из акации. Вот выяснено. Предмет, именуемый ковчегом, обозначает некий резервуар, предназначенный для хранения чего-либо. А если дословно перевести с иврита это слово, то по-русски оно будет означать просто шкаф. По форме же ковчег более походит на ящик или даже ларец. Библейский ковчег завета действительно был ларцом. На вершине его крышки находились два золотых херувима. Своими распростертыми крыльями они укрывали от чужих глаз табличку с надписью что здесь живет бог Яхве. Ни больше ни меньше. В золотые кольца у стены кларца были вставлены два шеста, которые использовались при транспортировке этого предмета, когда это было необходимо. Например, при переходе на новое место стоянки или появление врага. Когда ящик был сделан и доставлен на вершину Синая, бог чем-то его наполнил. По-видимому, содержимое было весьма важным для людей, поскольку они не расставались с ларцом, несмотря на немалый вес, который, ко всему прочему, увеличивали массивные листы золота. Он был тяжелый, но, видимо, обладал какими-то свойствами, которые позволяли его делать более невесомым. Это одно из его свойств необычных, которые сегодняшние ученые отводят за счет как бы такой грубой карманной левитацией, как они выражаются. Примечательный факт. О содержимом ковчега Библия почти ничего не говорит, а потому и у богословов нет единого мнения, что могло быть внутри ящика. Одни считают ковчег переносным троном Божьим, другие хранилищем неких важных реликвий. В Библии сказано, иудеи несли его потому, что так повелел Бог. И все тут. Однако цель такого повеления непонятна. В долгих изнурительных скитаниях лишние тяжести были ни к чему, даже если насильщикам помогала некая техномагическая сила. Ведь источники такой силы тоже надо откуда-то черпать и постоянно пополнять. Некоторые исследователи предполагают, что составители Библии не внесли в священную книгу описание содержимого ковчега с определенным умыслом. То есть, возможно, было какое-то некое описание, но в связи с тем, что авторы книги не разобрались до конца основательно в этом, они просто не стали это описывать. Это, во-первых. Во-вторых, на данный момент та Библия, которая сейчас дошла до наших времен, это уже не та Библия. Она очень сильно искажена. Так что же давал скитальцам ковчег? Никаких исторических документов, описывающих его возможности, нет. Или почти нет. Этот вопрос спорный. В то же время исследователи предлагают несколько современных версий содержимого заветного ящика. Кстати, каждую из гипотез уже по своей сути можно считать сенсационной, но о них чуть позже. В священном писании упоминания о каких-то свойствах ковчега есть, но мало. например, в эпизоде, где реликвия попадает в руки филистимлян. Филистимляне это древний народ, населявший приморскую часть Израиля, то есть территорию от современного Тель-Авива до Газа. Эти люди отличались воинственностью и часто нападали на земли израильтян. И вот однажды филистимляне нанесли иудеям не только сокрушительное поражение, но и забрали у них ковчег завета. Трофей был выставлен в храме национального божества филистимлян Дагона. Сразу после этого стали происходить странные события. Сначала упала статуя этого божества. Затем нахлынули тучи мышей и уничтожили все заготовленное зерно, после чего начались эпидемии. Филистимляне от греха подальше перенесли ковчег в другой город, но там все эти беды повторились с точно такой же последовательностью. Так было везде, куда бы ни прятали ковчег. И тогда филистимляне решили его вернуть. Вновь обретя святыню, второй царь Израиля Давид повелел отправить ковчег в Иерусалим. На большой повозке запряженной полами ящик под громкие праздничные песнопения толпы людей отправился в путь. В какой-то момент волы испугались нестройных голосов певчих и перевернули экипаж. Ковчег начал падать. Святыню решил подхватить один из сопровождавших повозку израильтянин по имени Оза. В этот момент золотая обшивка ящика ярко сверкнула и Оза свалился замертво. Что же произошло? Этот загадочный эпизод еще в начале 20-го столетия попытался объяснить знаменитый ученый Никола Тесла. По словам физика, ковчег мог быть конденсатором статического электричества, а возможно даже самым настоящим генератором какой-то немыслимой энергии. Вполне вероятно, что Оза, спонтанно схвативший таинственный ящик из золота, получил разряд в 50 или даже 60 тысяч вольт и моментально сгорел на месте. Версию Теслы спустя много лет поддержал академик Российской Академии Естественных Наук Роман Авраменко. Ученый не стеснялся делиться своими мнениями по ковчегу с исследователями, несмотря на то, что теория академика многим его коллегам казалась фантастикой. И как-то мы разговорились и он в подробностях что я, к сожалению, уже сейчас не могу так повторить, рассказал о том, как он, физик, видит описание ветхозаветное вот ковчега. Там все правильно, это энергетическая машина. В священной книге иудеев Зохар, которая сотни лет передавалась из уст в уста в качестве тайных комментариев к Талмуду, есть несколько страниц с весьма странным содержанием. Исследователи предполагают, что речь в них идет именно о ковчеге, а если более точно, то о содержании таинственного ларца. Если вычленить самое основное, то можно заключить, что внутри ящика находилось нечто, именовавшееся вековым старцем. Но это был не человек и даже не его мумия. Так называемый старец состоял из большой прозрачной головы и каких-то рычагов. Ни туловища, а также рук и ног не было в помине. В центре прозрачной головы находился некий источник света, который переливался разными оттенками цветовой гаммы. Вокруг конденсировалась небесная роса. Что это такое, непонятно. Исследователи считают, что в описании содержимого ковчега делается попытка рассказать о сложнейшей аппаратуре. И эта аппаратура – внимание! Производила для скитавшихся по пустыне иудеев пищевой продукт, известный как манна небесная. то есть некое устройство, которое могло содержать в себе либо жидкость, либо еще что-то под влиянием окружающей среды, либо при соприкосновении с воздухом, с воздушной массой, либо при подаче электроэнергии, либо другого рода энергии, которая у нас есть в пространстве, начинала производиться пища. Принцип действия установки, по мнению ученых, не замысловат. Верхняя часть ящика – дистиллятор с устройством охлаждения, поступающего извне воздуха. В процессе конденсации получалась вода. Она поступала в сосуд с одноклеточной биологической культурой типа хлореллы. Затем на сосуд направлялся яркий источник света, под воздействием которого в ящике начинала активно вырабатываться питательная масса. Затем эту массу оставалось только переработать, сделав пригодной к употреблению. Ну, сейчас, допустим, те же самые фантасты уже давно-давно описали эту технологию, применяемую в космических кораблях при длительных полетах. Это просто гидраконик выращивание водорослей. Водорослей, ну, или какая-то пищевая масса, которая выращивается при определенных условиях. На основе информации, полученной из священной книги Зоха, исследователи попытались сделать следующий вывод. Машина, заключенная в очрев Ковчега, ежедневно вырабатывала литр манны для каждого человека, идущего за Моисеем. По современным технологическим меркам производительность можно считать очень высокой. Около полутора кубометров питательной массы для шестисот семей. Конечно, меню не отличалось разнообразием, зато людям не грозил голод. пищи. Пищи. Самое удивительное, что, несмотря на кажущуюся простоту технологического процесса производства пищи, грубо говоря, из воздуха, подобных машин сегодня нет. Кто же тогда мог создать это устройство? Вряд ли у скитальцев в пустыне были какие-то знания и соответствующие инструменты. Это могли быть представители погибших древних цивилизаций, это могли быть сохранившие знания ушедших цивилизаций жрецы Египта, у которых этот ковчег, так сказать, находился до того, как израильтяне ушли, так сказать, из Египта. Это могли быть пришельцы с других звезд, которые все равно назывались богами. Есть предположение, что машина была небезопасна в обращении, поэтому допуск к работе с ней имели лишь специально подготовленные люди, в первую очередь сам Моисей и его брат Арон. Многочисленные покрывалы в их спецодежде, золотые прокладки и крышки, все это, как полагают ученые, служило для защиты от радиации, то есть источником энергии для машины по производству питательной массы мог быть миниатюрный ядерный реактор. На самом деле все, что связано с версией с идеей ядерного реактора, она имеет под собой такие достаточно весомые основания, потому что по косвенным каким-то отрывочным описаниям видно, что люди, которые общались с этим ковчегом, они в той или другой, в иной степени облучались. Интересный факт. В древних иудейских манускриптах упоминается факт гибели 70 молодых людей, которые поддались греховному искушению и заглянули в ковчег. Это было задолго до смерти того самого козы, пытавшегося подхватить падающий с полоски ларец. Также исследователи выяснили, что установка убила сыновей Аарона, то есть племянников Моисеона. Вот как описывает это происшествие Ветхий Завет. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господнем. Кроме того, несмотря на защитную одежду, смертельную дозу радиоактивного облучения получил и сам Аарон, умерший без видимой причины. Очевидно, Моисей знал о подобной опасности, поэтому шатер с ковчегом Завета никогда не помещали в центре лагеря, как следовало бы, учитывая его священность, а только за самыми крайними палатками. Все это кажется совершенно немыслимым. Одно только предположение, что в библейские времена могла существовать некая ядерная установка, абсолютно не вяжется с представлениями академической истории о древнем мире. Одна из версий говорит, что чудодейственный ковчег был получен Моисеем от каких-то представителей внеземной цивилизации, как и многие другие магические технологии, с помощью которых возводились пирамиды и другие гигантские мегалиты. Первые техномагические предметы были сделаны еще на Марсе, тогда, когда наша цивилизация жила на Марсе. После переселения, то есть после катастрофы, совершенной на Марсе и переселения на Землю, эти предметы остались, технологии остались. Они были воспроизведены далее. Потом, когда появились люди, соответственно, технологии эти были переданы людям. Косвенным подтверждением того, что машину с портативной ядерной установкой вручили Моисею инопланетяне, является библейское описание его встречи с Богом на горе Синай. Бог явился с шумом, грохотом и молниями, что позволяет предположить его спуск с неба в космическом корабле. Есть версия, что некая внеземная цивилизация вознамерилась изучить воздействие на организм людей синтетического продукта, способного оказывать влияние на генетическом уровне. Для чистоты эксперимента люди должны были употреблять только этот продукт и ничего больше, причем на протяжении жизни целого поколения. Впрочем, данная гипотеза не выдерживает критики большинства исследователей. Вне всякого сомнения, машина, заключенная в ковчег, являлась единственным средством спасения от голода. И никакой альтернативы у скитальцев не было. Это с такой материальной точки зрения вещественно. Главное, наверное, еще и в том, что ковчег завета был неким связующим аппаратом с Богом. Можно допустить, что какие-то из него звуки исходили периодически, и что царь или там Моисей, он просто вот общался с неким высшим, так сказать, существом при помощи вот этого устройства. Где же сейчас находится ковчег? Когда филистимляне вернули реликвию иудеям, те установили золотой ларец в Иерусалимском храме. Однако эта легенда противоречит другой. Во второй книге Маковеев есть история о том, как задолго до филистимлян Моисей, предупрежденное о нападении вавилонян, приказал ковчег надежно спрятать. И помог ему пророк и Еремия. Он нашел под храмовой горой пещеру, куда и была помещена святыня, а вход потом забросал камнями. Тали эта пещера, в которую проник американский археолог Рональд Куайт и обнаружил там некий ларец со следами предположительно крови Христа на крышке. Все возможно. Однако, как известно, место раскопок израильские власти закрыли и результаты поисковых работ засекретили. При этом есть много других версий местонахождения Ковчега. Если память не изменяет, по-моему, где-то то ли в Эфиопии, где-то вот здесь вот, в стороне какой-то, там есть храм христианский. Ну, вот в подвале будто бы он начал содержаться. Но он одновременно, видимо, должен исполнять еще и функции самоохраны, то есть люди, которые пытаются каким-то образом проникнуть в это хранилище, не могут этого сделать. Интересный факт. Глава православной Эфиопской церкви Павел, скончавшийся в 2012 году, незадолго до смерти заявил, что Ковчег Завета действительно находится в Эфиопии, но надежно спрятан. Позже патриарх отрекся от своего утверждения. Исследователи сходятся во мнении, что такая непоследовательность в словах владыки может быть оправдана только политическими мотивами. В древней столице этого африканского государства, городе Аксуми, есть удивительные мегалиты. Это огромные каменные стелы весом около 500 тонн, надписи на которых повествуют о тайнах древнейших времен. Как подняли ввысь неведомые мастера такие громады, ученые всего мира спорят до сих пор. Однако для местных жителей это абсолютно очевидно. Конечно, с помощью того самого ковчега завета, вернее, энергетической установки, спрятанной в очреве золотого ларца. Сам же ларец надежно спрятан в одном из эфиопских храмов. Но как он туда попал? Согласно библейской легенде, от брака израильского царя Соломона и эфиопской царицы Савской родился юноша Менелек. Когда Менелек достиг совершеннолетия, Соломон приказал ему отправиться к матери в Эфиопию. Сын покорился отцом, но перед отъездом выкрал из Иерусалимского храма ковчег завета, который изобрал с собой в Африку. И для реликвии в Аксуме построили храм, где, как считают многие, она находится и по сей день. Но видел ли хоть кто-нибудь из современных исследователей эту святыню? На самом деле, если говорить об этом откровенно, то там больше всего и значительней по результатам поработала экспедиция Андрея Склярова несколько лет назад, которая утверждает, что нашла это место в храме, в одном из храмов Аксума, и они длительное время оставались рядом с этим объектом и наблюдали его чуть ли не неделю скрытно, наблюдали, как там вокруг этого храма разворачиваются какие-то действия. Если верить словам руководителя вышеупомянутой экспедиции, то ковчег завета действительно находится в Эфиопии. А что же тогда было обнаружено в так называемом гроте Иеремии? Известно, что когда-то было изготовлено несколько копий ковчега. Но какая реликвия истинная, а какая ложная, вопрос, на который могут ответить только посвященные в тайну. Они же наверняка знают, где хранится настоящий ларец. Ведь он на самом деле является источником смертельной опасности. Не зря в древних манускриптах есть упоминания о трагедиях, которые происходили с людьми, пытавшихся проникнуть в чрево золотого ларца или даже просто прикоснуться к нему. Пока мы не готовы к тому, чтобы загадочный ковчег мог стать общим достоянием. Когда наступит это время, никому не известно. А это значит, что священная реликвия еще долго будет оставаться тайной за семью печатями. 2012 год для многих оказался тревожным. Миллионы людей ожидали конец света. Все средства массовой информации наперебой сообщали о пророчестве жрецов древней цивилизации Майя. Оно гласило, 21 декабря Солнце и центр нашей галактики, так называемая черная дыра, окажутся на одной линии, в результате чего наша планета погибнет. Рассматривались различные сценарии катастрофы. Столкновение Земли с мифической блуждающей планетой Нибиру, новый всемирный потоп, вызванный резким тайнем льдов в Арктике и Антарктике, одновременное пробуждение всех вулканов и, наконец, глобальная пандемия, неведомой и неизлечимой болезни. К счастью, никакого губительного для нашей планеты никогда не случилось. Но спустя два года из глубины веков всплыло еще одно пророчество. Теперь уже древних викингов, в котором фигурировала новая дата апокалипсиса, 22 февраля 2014 года. В этот день, согласно преданию, на Земле должна была произойти катастрофа. Выжить в ней предрекалось лишь паре людей для зарождения новой цивилизации. И опять страхи оказались напрасными. Однако ученые, несмотря на то, что ничего не случилось, отнеслись к пророчествам древних жрецов более чем серьезно. Пророчества о конце света существуют с самого возрождения цивилизации. Судный день для человечества предрекается с завидной регулярностью. И с каждым новым столетием предсказаний становится все больше. Вот только несколько самых новых дат грядущего апокалипсиса. 2021 год. Крайний срок, до которого должна произойти инверсия магнитного поля Земли согласно гипотезе периодических планетарных катаклизмов. В результате инверсия может погибнуть большая часть современного человечества. 2036 год. Астероид под названием Апофис приблизится к нашей планете на такое близкое расстояние, что попадет в гравитационное поле Земли и врежется в нее. В результате столкновения поднимется огромная океанская волна и полностью поглотит всю сушу. 2060 год. Конец света и апокалипсис по расчету Исаака Ньютона. Дату Судного дня великий английский ученый определил по зашифрованным кодам в книге библейского пророка Даниила еще в 1704 году. Однако Ньютону не удалось выяснить, какие напасти ждут человечество. Конца этому списку нет. В нем и пророчества персидского астролога Абу Машара, и новозаветного первомученика Авеля, и французского алхимика Нострадамуса и болгарской прорицательницы Ванги. Все они когда-то предсказывали гибель человечества. Каждый назвал свою дату. Но самое тревожное то, что о конце света всерьез заговорили ученые. Так чего же нам ожидать очередную мистификацию или реальную катастрофу? В 60-х годах француз Тома и Пуанкаре выдвинули математическую теорию катастроф. Эффект бабочки известен. Вот есть бетонная балка, вы начинаете ее нагружать. Она может изогнуться либо в одну сторону, либо в другую. Села бабочка на одну сторону, она изогнулась сюда. То есть это очень малое влияние. Понимаете, вот эта катастрофа. Вот так возникают землетрясения, когда какие-то малые изменения в природной среде приводят к разрыву горных пород. И предсказать их никто не может. Вот эти катастрофы, они усиливаются. Вот скажем, ураганы, жара, холод, наводнения. Вот скажем, одна из катастроф в природе всемирный потоп. Значит, вот сейчас, по-видимому, уже доказано действительно так, что он был. Был в Месопотамии, в районе, значит, Тигра и Ефрата. Так какие же сценарии конца света можно рассматривать всерьез. Ближайшая дата судного дня для всего человечества 2021 год. Еще в первой половине 20-го столетия Эдгар Кейси знаменитый американский ясновидящий предрек. В начале 21-го века произойдет смена полюсов. В Арктике и Антарктиде произойдут смещения, результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе. Северная Европа изменится в мгновение ока. В западной части Америки расколется земля. Больше половины Японии погрузится в море. Та же участь ждет Англию и большую часть Италии. Предсказание Эдгара Кейси похоже начинает сбываться. Еще летом 1999 ученые зафиксировали, что магнитные полюса нашей планеты пришли в движение. Небольшие смещения регистрировались и раньше, но теперь этот процесс принял необратимый характер. За последние годы полюс переместился более чем на 200 километров и находится в Северной Канаде, примерно в тысячи километрах от географического Северного полюса. При этом стал неуклонно изменяться и сам климат. На планете Земля стала значительно теплее. История климатологии, особенно в геологической летописи, она показывает, что теплые эпохи чередовались с холодными. Ну, например, в 17 веке на всех картинах голландских мастеров вы видите, как жители катаются по каналам на коньках. Сейчас в январе цветут цветы в Голландии и никакого льда в помине нету. И снег это не бывает. Это так называемая малая климатическая, малая ледниковая эпоха. 17-е начало 18-го века. Сейчас действительно наблюдается потепление климата. Это факт. Причем климат потеплел в среднем по Земле на 0,6 градусов. Это очень много. Примерно за 190 лет. Вот 100 или 90 лет он потеплел на 0,6. Интересно, что на протяжении 4,5 миллиардов лет существования Земли ее полюса менялись не один раз. По версии некоторых ученых это происходит потому, что ледовые шапки Арктики и Антарктиды растут, тяжелеют, достигают критической массы и земной шар как бы опрокидывается. и из-за чего в свою очередь меняется расположение его географических полюсов на 30 градусов. Однако четкой модели того, как это происходит, пока нет. Увырок Земли приносят невероятные силы глобальные катаклизмы. Одни материки опускаются под воду, другие поднимаются со дна мирового океана. Происходит инерционное смещение морей и океанов. Этим можно объяснить мгновенную гибель мамонтов, обитавших в северных районах Аляски, Сибири и других территориях с умеренным климатом. Из-за поразительно низких температур смерть огромных животных наступила так быстро, что в их желудках сохранились непереваренные остатки растительной пищи. Я считаю, что смена ледникового периода и межледниковья происходит взрывообразно. Поэтому вполне закономерно, что она происходит очень быстро, за несколько дней. Сменилось направление течения, сменилось положение литосферных плит, температуры опустились ниже 100 градусов, мам там не осталось шансов для выживания. Мамонты и бизоны были разорваны на части, скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические силы. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки. Хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплением костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Что же тогда произошло? Может, это был какой-то чудовищной силой взрыв? Единственным логическим выводом, по мнению французского зоолога Жоржа Кювье, может быть то, что вечная мерзлота не существовала там, где замерзли животные. Потому что при такой температуре они бы не выжили. Страна, где обитали мамонты, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни. Я считаю, что это доказывает наличие глобальных катастроф, в частности, от смены магнитных полисов, ту модель, которую я пытаюсь предложить. Мгновенное измерение ситуации, и гибель бьет в результате воздействия солнечного ветра и жесткого гамма-излучения. Все, что на поверхности, погибает. Согласно сообщениям, опубликованным в авторитетных научных журналах Nature и New Scientist, последняя геомагнитная инверсия произошла около 12 тысяч лет назад. Именно тогда погибла легендарная Атлантида. Была еще одна цивилизация, упоминаемая в древнегреческих источниках, которая также исчезла с поверхности Земли. И именно она, согласно версиям исследователей, располагалась на крайнем севере. Это знаменитая Гиперборея, райская земля с пышной растительностью, присущей тропическим поясам, высокоразвитой культурой людей, обитавших в тех краях. Но и это еще не все. Тогда же произошло событие, описания которого дошли до нас в виде преданий о Великом потопе. То есть, согласно предсказаниям Эдгара Кейси и новым выводам ученых, в 2021 году может прийти так называемый конец света. То есть, глобальная катастрофа, спровоцированная существенным сдвигом или даже сменой полюсов Земли. Впрочем, дата условная, и катастрофа может случиться гораздо раньше. Она может быть когда угодно, хоть послезавтра, потому что мы не знаем механизмы магнитного поля Земли, и мы не знаем природы инверсии магнитного поля. Изменение магнитосферы, сползания, изменение подвесов, которые сейчас носят прогрессирующий лавинообразный характер, совершенно неясно. Следующая дата возможной глобальной катастрофы 2036 год. Судный день может случиться из-за падения на Землю астероида Апофис. Еще в середине 20 века ученые считали, что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение Земли с другим небесным телом. И история нашей планеты это наглядно подтверждает. В 2004 году специалист Лос-Аламосской лаборатории США Брюс Масс провел анализ 175 легенд и мифов различных народов 40 стран мира, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, приведшее к гибели многих существовавших тогда цивилизаций. И в большинстве этих легенд причиной апокалипсиса является огромная комета, которая атакует Землю. Интересно, что в повторении такого сценария ученые долгое время не верили. Однако 14 июня 2002 года астероид, который при столкновении мог бы уничтожить целую страну, пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от Земли. А два года спустя астрономы обнаружили еще одно небесное тело с диаметром более 300 метров. Этот астероид, названный Апофисом, может пройти на критически близком расстоянии от Земли именно в 2036 году. Столкновение с ним может уничтожить все живое на нашей планете. И Соединенные Штаты, и Канада, и Италия, и Франция, Германия, Англия будет полностью уничтожена. Северные страны, Скандинавские, тоже уничтожены. Посадает, правда, и север-запад России, Черноморское побережье, но это будет несравнимо с полной гибелью НАТО. В самом конце 20-го столетия астрономам своими глазами удалось увидеть грандиозную космическую бомбардировку с равни апокалиптической. 23 марта 1993 года комета Шумейкеров-Леви, разбившись на фрагменты, атаковала Юпитер. После этого всем стало ясно, что Земля также не застрахована от опасности. Самый последний тревожный звонок прозвенел 15 февраля 2013 года, когда в небе над Челябинском взорвалось огромное космическое тело. По расчетам астрономов, астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тысяч тонн вошел в атмосферу Земли на скорости более 64 тысяч километров в час. Спустя примерно 30 секунд небесное тело взорвалось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождавшихся распространением ударных волн. Общее количество высвободившейся энергии составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. По оценкам НАСА, это самое большое из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского метеорита в 1908 году. Ударная волна от взрыва челябинского астероида дважды обогнула Землю. Пострадало около 2000 человек. Общая сумма ущерба хозяйству составила около 1 миллиарда рублей. Следующую дату конца света вычислил великий английский ученый и масон Исаак Ньютон. Об этом он написал своему другу в тайном письме в 1704 году. Своё предположение Сар Исаак основывал на библейском тексте, а именно на книге пророка Даниила. Перед своей кончиной Ньютон писал «Библия это криптограмма, в которой всемогущий зашифровал всю историю Земли. Но в книге пророка Даниила есть несколько намёков на ключи, открывающие некоторые из этих тайм». Первооткрывателю классических законов притяжения, движения и оптики удалось понять, что конца света следует ожидать через 1260 лет после основания Священной Римской империи в Западной Европе, то есть в 2060 году. Какие напасти ждут человечество, Ньютону выяснить не удалось. Однако учёные предполагают, что это будет новый всемирный потоп. А главная его причина – глобальное потепление. Последнее сообщение экологов малоутешительное. Мощные ледники Антарктиды толщиной в полтора километра разваливаются на айсберге. Тает лёд Гренландии и вечная мерзлота Сибири и Заполярья. Исчезают ледники Гималаев, Альп, Тяньшанского и Кавказского хребтов. Побиты рекорды жары за всё время наблюдения за погодой. Причём в России температура растёт в два раза быстрее, чем в среднем по планете. В Австралии жара, обрушившаяся на континент, вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет. В центре и на юге Европы от аномально высоких температур горят леса, высыхают водоёмы, гибнут люди. На британских островах из-за ливневых дождей затоплены многие посёлки, сельскохозяйственные и промышленные территории. Тревожит только одно темп. Вот темп очень сильный, необычное увеличение. Если так будет идти дальше, Арктика растает, растает Гренландия, а это значит увеличение уровня океана, а значит Англия половина потопнет, и все наши нефтяносные районы, Ямал, Тимана-Печор, Западная Сибирь покроются водой. Да, и начнёт таять так называемая вечная мерзлота, криолита зона. А у нас больше 60% России занято этой зоной. Земля приблизилась к критической отметке, после преодоления которой начнутся необратимые изменения окружающей нас среды. Кислотность мирового океана лишь за последние 20 лет увеличилась на 5%. А концентрация углекислого газа в земной атмосфере с начала индустриальной эпохи выросла на 35%. При этом происходит резкое сокращение биологического разнообразия. Исчезают некоторые виды растений и животных. Согласно экспертам ООН, причина сегодняшних аномалий, вызывающих глобальное потепление, парниковый эффект. Заметив эту опасность, ещё в 1997 был подписан Киотский протокол Международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Казалось бы, сделано полдела, и нам теперь остаётся только закрыть сотню-другую заводов, чтобы остановить потепление. Но неожиданно мнения учёных разделились, и многие из них заявили, что промышленная деятельность человека не является причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа. Гигантские хребты, которые пронизывают дно мирового океана, постоянно имеют высокую вулканическую активность, и происходят гигантские выбросы газов, с которыми человеческая деятельность просто несопоставима. Но если технологическая деятельность нашей цивилизации не является решающим фактором глобального потепления, то причины, по которым оно происходит сейчас, и по которым оно происходило в прошлом, могут быть одинаковы. И одно из них ученые называют Солнце. Дело в том, что предания говорят о том, что наше это Солнце, наш мир, оно погибнет в огне. Есть одна из версий, что это предсказание связано именно с возрастанием активности Солнца. Снимки солнечной короны, сделанные во время затмения 29 марта 2007-го, показывают, что с нашим светилом произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают, Солнце разогрелось до такой степени, что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Специалисты Национального Центра Атмосферных Исследований США выяснили, что следующий цикл солнечной активности, который уже начался в 2008-м году, на 50% превысит по мощности последний, и его фиг придется на вторую половину 21-го тысячелетия. Создается впечатление, что Солнце разгневалось на человечество и решило уничтожить его. Но имеет ли его активность прямое отношение к глобальному потеплению? Оказывается, и в этом случае ученые дают отрицательный ответ. И дело не только возрастания активности Солнца. Дело в том, что активность Солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. Ионосфера Земли защищает нас от жестких излучений Солнца, экранирует излишки тепла и как бы гасит его мощное воздействие. Но если наше светило все-таки не участвует в сегодняшних бедах и не собирается угрожать нам в будущем, то не притаилась ли где-то другая опасность, о которой знали предки много тысяч лет тому назад? Кстати, исследователям, которые нашли и прочитали тайное письмо Ньютона с предсказанием конца света в 2060 году, до сих пор непонятно, почему великий английский ученый ничего не сказал о причине апокалипсиса, ведь наверняка сэр Исаак смог расшифровать это в книге пророка Даниила. А может сценарий гибели человечества показался ему слишком жутким и фатальным? Возможно. Единственное, о чем упомянул Ньютон, это то, что черной дате будут предшествовать разрушительные войны и страшные эпидемии. Однако современная наука в состоянии предугадывать такие глобальные угрозы. Сейсмологи наблюдают за колебаниями земной коры, благодаря чему могут за несколько часов предвидеть землетрясения. Метеорологи следят за температурой и ветрами, чтобы предупреждать о надвигающихся бурях. При современном темпе развития техники и технологий можете быть уверены, ученые спрогнозируют и другие виды опасностей. Например, падения метеорита. Предупрежден, значит, вооружен. Подобные исследования очень важны с точки зрения безопасности человечества. Чем раньше мы будем знать о надвигающейся стихии, тем больше у нас шансов выжить. Смотрите и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересных видео обо всем непознанным, тайным и загадочным. Игорь Негода. Спасибо за субтитры Продолжение следует...